Каждый год 23 января в мире отмечается День ручного письма. Лицейка Доржи запустил челлендж «Писать красиво модно». Этот челлендж стал настоящим вызовом для учеников младших классов. Их задача была написать отрывок из любимого произведения на любом языке и креативно его оформить. А главное – написать красивым почерком. Сегодня переписываем текст «Гроза». Это моё любимое произведение. Когда наш учитель открывает тетради, и там красиво написано, она прямо радуется, что мы красиво пишем. И она с радостью ставит нам зелёный. Писать красиво модно и нужно, чтобы радовать своих близких, родственников и радовать учителей. Хочу победить, чтобы все мной гордились. Хочу победить и порадовать своих родственников. Писать красиво нужно, потому что надо, чтобы учитель понимал наш почерк, стараться красиво писать. Чтобы мы сами себя радовали. На следующий день у нас в тетради была хорошая оценка. Писать сегодня красиво – это модно. Я считаю, что у меня красивый почерк. С того, чтобы красиво писать, я думаю, переписываю разные тексты. Я считаю, что это помогает. Я соблюдаю правила письма, чтобы красиво писать, и чтобы у меня в домашней работе и в классе была хорошая отметка. Ученики-преподаватели начальных классов Алены Богдан также приняли участие в конкурсе. Педагог отметила, что письмо и каллиграфия развивают ум и мышление. Мы проводили этот конкурс, но в рамках своего класса выбирали тех, которые лучше пишут в классе, и даже давали дипломы, примировали детей. Но сейчас я думаю, что мы будем проводить чаще этот конкурс. Может быть, не так массово, как в этом году, но всё-таки хотим, чтобы дети лучше и лучше писали. Учитель 2-го Б-класса в лице имени Гайдаржи Мария Папазогла с раннего детства прививает учащимся к культуру красивого письма. Ведь, по её мнению, первая вежливость ученика – красивое письмо, подчёркивает Мария Фёдоровна. Красивое письмо развивает не только моторику, оно ещё развивает логику, ритм. Красивое письмо уважение вызывает к себе, к человеку. Красивое письмо писать – это модно и очень даже замечательно. Принять участие в челлендже «Писать красиво и модно» могут не только учащиеся и педагоги лица имени Гаврила Гайдаржи, а также все желающие. Условия конкурса довольно-таки просты. Необходимо от руки написать своё любимое произведение, сфотографировать и выставить на своей странице Facebook. Под хэштегом «Писать красиво – модно». Жюри выберет самые лучшие работы и победители получат дипломы. Марина Топал, Александр Глеков, Артём Топал. Новости ГРТ. Писать красиво – модно.